Если вы кушаете все подряд, не можете победить желание есть бесполезное, вкусненькое, там всякие фастфуд, болочки, мороженое, чипсы, картофель, то чего вам не хватает? Скорее всего любви. Это был пост как шутка, но внезапно это не является шуткой. Дело в том, что одна из вещей, которая дает нам ощущение любви, ощущение похвалы, это дофамин. Дофамин это очень интересный и очень сложный нейромедиатор, который дает кратковременное удовольствие, который вызывает зависимость и которой мы испытываем, когда имеем ощущение свершения, ну или довольны собой чем-то, когда нас хвалят, например. То есть вам сказали, что вы молодец, вы хорошо поработали, это дофамин. Вам сказали, что вы хорошо сварили борщ в отношениях, это дофамин. Что вы отличный любовник, дофамин. Классно сделали проект, написали книжку, сделали пост фейзвуки, опять-таки дофамин. Что происходит, если в отношениях нас мало хвалят? Если в отношениях нами недовольны? Причем это в равной степени отношения абьюзивные, манипулятивные, токсичные, созависимые, когда нас постоянно за все там критикуют, ругают, ты бестолочь бесполезная, ты дурак. Это может быть отношение с родителями, с детьми, с плохим партнером, с работой, когда мы нужно там пахать, делать. Ну, нас никогда не хвалят, когда мы не чувствуем, что наша работа вообще кому-то нужна. У нас в организме не хватает дофамина. А дофамин в случае очень интересен тем, что он напрямую влияет на когнитивные функции. В частности, на переключение между разными задачами. То есть, когда у нас дофамина много, мы видим разные варианты решения проблемы. И не только проблемы. Когда у нас дофамина мало, мы не видим вообще ничего. Но если у нас в норме остальные нейромедиаторы, у нас все еще есть ресурс работать, но нет ресурса переключаться перед чем-то. То есть, на примере работы, мне работа не нравится, она меня не радует. Я из-за нее выграю, но у меня нет дофамина, поэтому мне вообще в голову не приходит, как эту работу можно делать иначе. О том, что эту работу можно... Я не верю в то, что у меня получится вообще. И я продолжаю копать. Если это в отношениях, то мой партнер меня постоянно гнобит, ругает, рассказывает, какая я бестолочь. Я чувствую себя из этого ужасно. Но мне даже в голову не приходит вариант на то, что из этих отношений можно выйти. Это, кстати, подходит к моменту, почему так тяжело выйти из-за пьюза. Что мешает жертве просто взять и уйти. А потому что она не видит этого. Хороший абьюзер всегда первое, что он делает, он отсекает других людей, другой круг общения. Друзей, работу, семью, родственников. Слезда только на дни. То есть, никого, кроме вокруг. И если я нахожусь в таких вот абьюзивных, зависимых отношениях, я общаюсь только с самим собой, со своим партнером и иногда еще с друзьями своего партнера и только под его наблюдением. Соответственно, если мой партнер не позволяет своим друзьям меня хвалить, если партнер не хвалит меня сам, и уж тем более он мне внушает мысль, да здравствует газлайтинг, про то, что я сам по себе бестолочь, я начинаю в это верить, у меня нет дофамина. Но я чувствую себя потерянным, я не чувствую себя довольным, и я не могу вообще увидеть что-то еще. То есть, мой мозг в принципе не видит разные варианты решения задачи. О том, что можно уйти от партнера, то, что можно что-то делать. Все, у меня нет ресурса. Напрочь, я вот слаб, я устал. В худшем случае, мой мозг вообще становится однозадачным. То есть, у меня есть ресурс на делать то, что мне партнер говорит, там, стирать его носки, тряпки, там, выполнять все его капризы и ни на что больше. В лучшем случае, я пытаюсь этот дофамин получить где-то еще. А дофамин мы получаем тогда, когда делаем какие-то законченные простые действия. Самые простые действия это съесть что-нибудь вкусненькое, это пойти кому-то пожаловаться, это порнография, мастурбация. Пост в фейсбуке, сразу лайки, как вы там совершили, там, опять же, пожаловаться. Почему из абьюза очень тяжело уйти без внешнего влияния? И почему это происходит? То есть, как только появляется кто-то на стороне, друг, знакомый, психотерапевт, любовник, чуть-чуть похвалили, появился дофамин. Я начал, как бы, получил немножко энергии, я начинаю переключаться, я доволен и начинаю видеть, насколько я несчастный в этих отношениях и начинаю видеть другие моменты. Все, у меня появилось немножко ресурса и если не полностью зависим, то это мне может помочь уйти. Но дофамин, к сожалению, это палка о двух концах. Если, в отличие от некоторых нейромедиаторов, дофамин очень аддиктивен и всегда хочется еще. Если я могу получить дофамин быстро, то есть, например, вкусной едой, то вот я немножко ее поел, у меня появилась чуть-чуть, как бы, возможность разнообразия, в голове вижу разные варианты, я, может быть, и вижу о том, что вот, да, уйти из этих отношений, там, из этой работы, что-то делать, но я могу поесть вкусняшку еще, посмотреть еще одну серию сериальчика, написать еще один постик. То есть, что-то сделать прямо сейчас и получить вкусный дофамин сразу. Не когда-то потом, там, не завтра, послезавтра, на следующей неделе, а уже сейчас. Что выберет мой мозг? Более простой вариант. Если дофамин напомогает сейчас между разными задачами, но он также мешает нам выбрать, какая из этих задач более важная. Человек в наркотическом опьянении под амфетаминами, под коксом уверен в собственной правоте. Он хочет всегда, все, ему тяжело бороться с зависимостями. Именно это происходит на дофаминовом подъеме. Абсолютно похоже. Кстати говоря, дофамин и амфетамин, они действуют на мозгу, что похоже. То есть, многие рецепторы пересекаются. То есть, я съел вкусный тортик, посмотрел сериал, там, посмотрел какой-то ролик на порнохабе. Мне стало хорошо, я сразу хочу еще хорошо. И мне становится сложнее бороться с своими зависимостями, с своими проблемами. Я понимаю, что если я сейчас это брошу и начну работать, мне придется возвращаться в эти тяжелые, в эти неприятные отношения, которые мне так мешают. Давайте я лучше построю еще одну серию сериала. Это хорошо, это приятно. 45 минут не думать о проблемах. Уи, я счастлив. Я получаю больше дофамина, мне становится еще лучше. Я хочу еще, потом еще. Что происходит с наркоманом, когда он повышает дозу? Какой-то момент, например, стоит его вставлять. То есть, рецепторы пересытились. Наша дофаминная фабрика не может вырабатывать больше. Мы потратили весь наш ресурс на удовлетворение своих многих потребностей. И вот мы сидим глубоко ночью с пустой корзинкой мороженого, с просмотренным сериальчиком, понимаем, что нам спать осталось 3-4 часа до работы, до возвращения в нашу унылую, скучную жизнь. И мы себя ненавидим, и нам ничего не хочется. Когда мы в отношении, где нам не хватает любви, когда нам не хватает дофамина, естественных источников, нам очень легко найти какое-то замещение, которое замещает само действие, саму цель. Кстати, здесь очень важно про те же самые отношения. Когда жертва абьюза находит где-то впервые поддержку на стороне, она получает ресурс из этих отношений выйти. Но если эта поддержка недостаточно компетентная, вот я говорю, то есть такая фраза, ежик, птица гордая, не пнешь, не полетишь. Если пинок делает некомпетентным специалистом друзья, сообщество там в фейсбуке или что-то еще, то это быстрый дофамин, который подменяет на короткий этап, нас перестает напрягать наши отношения. Мы подсаживаемся на нашего спасителя. Создается классический треугольник Картман, если вы про него слышали. То есть я жертва, у меня есть какой-то вот палач, который мне делает плохо, я страдаю, я иду к спасителю, который показывает, какой он хороший, меня хвалит. Я получаю дофаминчика. Стресс, который мне дает палач, меня перестает напрягать. И я остаюсь в этих отношениях, я вновь в них возвращаюсь, и все. Это стабильная система. Я подсаживаюсь на вот это вот сожаление, на поддержку. Но это никуда не дается, никуда не девается. У нас психологов есть такое вот сленговое слово, мы это сейчас называем «почесать проблему языком». Когда человек приходит, у него есть проблема, он про нее рассказал, ему сказали, что ты человек хороший. То есть да, да, я тебя понимаю, я тебя пожалел. Человек немножко разобрался в причинах этой проблемы, ему стало легче, ему кажется, что он что с этим делает, и он успокаивается. И все. И это происходит раз за разом, но сама проблема не решается. Не очень, скажем так, корректные и профессиональные психологи иногда этим пользуются, потому что это вечный клиент. Он будет вечно ходить, он будет платить деньги, он будет ходить на семинары, на саморазвитие, но он ничего с этим не сделает. Он просто будет «чесать проблему». Вот и все. А проблему нужно решать. Очень важно давать лишь правильное количество пинков. Очень важная, именно нужная концентрация стресса, чтобы человек оставался немножко голодным, чтобы его мотивировало куда-то выйти, что-то сделать, но не удовлетворенным задачам. Потому что если он получит слишком уж много сожаления и похвалы, ну да, я хорошенький, вот так и быть, я самый-самый несчастный, пожалейте меня всего, ах, то он в этом останется. Вот и все. И, к сожалению, это очень часто происходит со всевозможными группами поддержки. Такая вот беда. Спасибо за просмотр. С вами был Андрей Васин на канале Неропсихологии. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии, если возникли вопросы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok